Здравствуйте, дамы и господа, Иван Яковенов в студии Радио НВ. Начинаем нашу еженедельную передачу о самых главных, самых интересных событиях на истекшей неделе. Первым делом хочу рассказать о том, что произошло в Брюсселе буквально вчера. Крайне важное событие. Лидеры стран ЕС выбрали все-таки людей, которые будут занимать все основные посты в Евросоюзе. Главный, конечно, пост — это глава Еврокомиссии. Ею стала немка, бывший министр обороны Германии Урсула фон дер Ляен. Я так понимаю, что с назначением госпожи фон дер Ляен Германия наконец-то начинает фактически выстраивать свою континентальную империю немецкую. То, о чем я давно-давно мечтал. То есть фактически Германия взяла под свой непосредственный контроль уже и Еврокомиссию. Там еще назначили бельгийца Шарля Мишеля главой Евросовета и испанца Хосепа Борреля главой, высшим представителем ЕС по вопросам внешнеоборонной политики. Страны Восточной Европы не получили никаких серьезных постов, что, я думаю, в общем не так уж и плохо, потому что они ничего не заслужили. Таким образом, да, Германия консолидирует свое влияние на европейском континенте. И я думаю, что это очень-очень хорошо, потому что благодаря председательству Урсулы фон дер Ляен Еврокомиссии, я думаю, станет совершенно возможным консолидация Евросоюза и создание на его базе чего-то более интегрированного, мощного и сильного. Какого-то объединения, которое сможет на равных соперничать с США, Китаем и, вероятно, Индией в 21 веке, во второй половине 21 века. Пока же этого не произошло, я хочу обратиться к тому, что происходит сейчас на Донбассе. Там, знаете ли, а, ну, во-первых, надо сказать одну очень важную вещь. Номер нашего вайбера 067-670-2057. Можете писать свои сообщения, я буду их читать. Это во-первых. Во-вторых, надо сказать, что в Фейсбуке у нас сегодня нет трансляции, потому что во всей Европе сейчас Фейсбук сработает с очень большими проблемами и, соответственно, нет просто технической возможности запустить трансляцию в Фейсбуке. Я думаю, что она будет потом где-то на Ютубе, скорее всего, может быть, она даже сейчас есть, не знаю, но с Фейсбуком пока, извините, не получается. Дальше. Что касается Путина, Донбасса и всякого такого. Сегодня буквально начальник миграционной службы так называемого ДНР по имени Краснощока объявил, сколько его земляков получили российское гражданство. Помните, несколько месяцев назад Путин объявил о том, что будет выдавать в упрощенном порядке гражданство Российской Федерации жителям оккупированных территорий. Так вот, выяснилось, что две тысячи человек получили это гражданство, причем не за тот период, а вообще. Из пяти или трех миллионов, я даже не знаю, сколько жителей Донбасса могут считаться таковыми, ну, по крайней мере, жителями Ордло. Я думаю, миллионы два-три там будет. Так вот, из них, из всех одна тысячная получила, то есть две тысячи человек получили эти самые паспорта. Это по словам местных главарей боевиков, да. Причем заявки подали еще 13 тысяч. Проще говоря, вся эта история с упрощенным предоставлением гражданства оказалась блефом. И когда надо было, скажем, в Крыму раздали несколько миллионов паспортов буквально за пару месяцев. Сейчас и двух тысяч не раздали. Соответственно, все это ерунда. Да, Россия обнадежила дураков, которые там проживают и верят ей, но ничего, конечно, делать не собираются и платить им уж тем более. Они же побежали, многие из них побежали, я уже рассказывал, что почти невозможно отстоять даже очередь на подачу заявки о получении гражданства, не говоря уже о самом гражданстве. Так вот, Россия их обнадежила, что будет им платить пенсии, зарплаты и так далее. На самом деле, конечно, никто никому ничего платить не будет, потому что для этого по современным российским законам надо постоянно прожить на территории России 5 лет. После этого можно претендовать на какую-то там пенсию или зарплату или какие-то пособия. Других путей, кроме постоянного проживания на территории России, просто нет. Зато запросто можно, получив российское гражданство, мужчинам призывного возраста попасть в российскую армию и даже получить уголовное дело за уклонение от выплаты российских налогов в том случае, если человек получил российское гражданство. В общем, никаких бенефитов нет, одни траты, не советую никому это делать, если меня там, конечно, кто-то слышит. Но самое важное, даже на таких условиях, то есть не очень выгодных паспорта, никто никому российский не выдает. Москве не нужен ни Донбасс, ни его обитатели, ни в каком виде. Они для Москвы, это, знаете, балласт, чистая вода, чугунная такая, гиря на ноге, которую очень хочется забросить в украинский огород. Вот, не более того, в общем, больше никаких там, никаких, скажем так, предназначений у жителей Донбасса для Москвы не имеется. Я могу, кстати, ошибаться, но думаю, что, повторю все равно, повторю то, что я говорил раньше, никакой аннексии Донбасса со стороны Москвы, скорее всего, не будет, никакой массовой раздачи паспортов тоже не будет. Кремль эту территорию просто ненавидит, и людей, которые живут там, тоже ненавидит, хочет от них избавиться, мечтает отдать их Украине. Об этом надо знать, и это надо помнить. И более того, я думаю, что этим можно и пользоваться. Смотрите, если бы, как говорится, я был начальником, то и знал, что Кремль больше всего мечтает избавиться от этой территории вместе с ее жителями, я бы поставил бы четкие условия, ну, во-первых, в частных разговорах, в переговорах, я бы говорил, что никогда в жизни не соглашусь на возвращение этой территории сейчас, а так бы поставил четкие условия. Ну, например, так, Украина согласится взять на себя ответственность за ОРДЛО, вот эти оккупированные территории, только в том случае, если Россия выведет оттуда полностью свои войска и выплатит Украине 50, скажем, миллиардов долларов компенсации за оккупацию. А еще и вернет Крым, например. Или же какие-либо переговоры на эту тему начнутся после ухода Путина из власти. До этого даже говорить не будем, ничего обсуждать не хотим. Не надо, не надо этого счастья. Я думаю, что тактика тут должна быть, да, стратегия, наверное, должна быть такой, надо заставить Москву умолять забрать Донбасс назад. Еще раз, ей этот регион не нужен, она не хочет его, она хочет от него избавиться. Не был никогда ей нужен. И история вот эта вся с паспортами, с этим блефом, да, это очередное подтверждение вот этой теории. Тут принципиально важный вопрос. Украине надо навязывать свою повестку дня. Ставить Москву в неудобную, нехарактерную, непривычную и странную для нее ситуацию во всех аспектах этого конфликта. Ну, например, смотрите, недавно была ситуация. Москва собрала недавно экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения языкового вопроса в Украине. И это причем произошло незадолго до обстрела санитарной машины на Донбассе, убийства там двух украинских медиков. Прям на линии соприкосновения это произошло. Вместо того, чтобы говорить, да нет, не надо, не хотим, надо было поддержать созыв это в заседание Совета Безопасности и объявить. Все, вот смотрите, медики были русскоязычные, жили себе в Украине, горе не знали, а Россия их убила. Украина защищает русскоязычных людей, да, а Россия это главная им угроза, причем во всем мире. Именно Россия нарушает права русскоязычных людей, не дает им проводить митинги, не пускает их на свободные выборы, убивает их, сажает их по тюрьмам, взрывает их в самолетах, топит в наводнениях и в подводных лодках, о чем ниже будем еще говорить. В Украине, причем русскоязычные люди живут намного более свободно, безопасно, счастливо, чем в России. По собственным российским данным, официальным данным, там самое большое в Евразии количество убийств на душу населения, самоубийства, 12% жителей России вообще ходят в туалет на улице, у них даже нет нормального сортира, извините. После такого, вот если это все можно было бы рассказать, то есть надо было бы это все рассказать на заседании Совета Безопасности ООН, да, после такого выступления украинская делегация, я думаю, Совет Безопасности осудил бы за нарушение прав русскоязычных людей не Украину, а саму Россию. Вот, собственно, в этом и должна, вот так вот и должны работать дипломаты, и надо ставить оппонента в неудобное положение, чтобы он обалдел, не понял вообще, что происходит, как он оказался в этом положении, и чтобы все окружающие смеялись над ним, да, и показывали на него пальцем. Ну, это, как говорится, с вами была передача, если бы я был начальник, но мне кажется, это была бы нормальная манера поведения, в том числе на дипломатической арене. Что будут делать украинские дипломаты, на самом деле, я не знаю. Иногда мне кажется, что МИД и президент Украины как-то забывают, что они вообще-то в одной команде играют за одно государство. Это очень-очень плохо, и для этого государства очень опасно. Я понимаю, что скоро выборы, что надо там старому и новому президенту как можно сильнее пнуть друг друга, но, в общем, мне кажется, так делать нельзя. Дальше я хочу рассказать о том, что произошло на вот этой сверхсекретной российской подводной лодке. Вчера, 2 июля, стало известно, что 1 июля произошла авария где-то там на севере. Называется подводная лодка, на которой произошла авария, атомная станция 12. Она также была атомная, сообщала, что это атомная глубоководная станция 35, или же атомная подводная лодка Лошарик. Почему Лошарик, сразу объясню, это сравнительно небольшая подводная лодка, сделана из нескольких совмещенных между собой титановых сфер. Она очень-очень прочная и может погружаться на глубину от 2 до 3 километров. Такого не могут все остальные подводные лодки, только там какие-то специальные батискафы погружаются на такие глубины. Лошарик, эта подводная лодка очень секретная, и мало кто ее видел, и еще реже ее фотографировали. То есть она супер-супер такая потайная, и видимо она была создана для проведения тайных операций на дне или на большой глубине, и для испытания нового оружия на большой-большой глубине, куда никто не может заглянуть и подсмотреть, что там происходит. Там абсолютная тьма, и вообще там никто не плавает, никого там нет. То есть это идеальное место для тестирования, чего бы то ни было. Что именно происходило там, что именно они тестировали, чем были заняты люди на борту этого лошарика, неизвестно. Судя по тому, что там было много очень капитанов первого ранга, это капитан первого ранга, это полковник по-наземному, да, испытывалось какое-то новое оружие или оборудование. Обычно вот такие комиссии приезжают, что-то испытывают, а потом докладывают либо министру обороны, либо даже президенту. Что же за оборудование испытывалось? Никто, конечно, не скажет этого. Недавно Путин, правда, заливал про какие-то там невероятные абсолютно атомные торпеды, которые под водой могут приплыть к Америке и все там разнести в щепы. Ну, может быть, это. Но, скорее всего, нет, я в эти атомные торпеды не особо-то верю. Атомные торпеды, беспилотные причем торпеды, да. Я думаю, речь идет о другом. В последнее время вообще Кремль очень одержим идеей информационных войн и противостояния информационной. Я думаю, что лошарик плавал этот по местам залегания глубоководных интернет-оптоволоконных кабелей, связывающих разные континенты, разные страны и острова. Он там, этот лошарик, скорее всего, устанавливал на эти кабеля приборы сбора информации, а также заряды, видимо, просто взрывчатку для уничтожения этих кабелей. Смысл в том, чтобы в любое нужное для Москвы время, там, кто-то в Кремле мог нажать на красную кнопку и оставить весь мир без интернета и связи. Скорее всего, именно в этом, собственно, и была задумка. Что они там сделали, что у них пошло не так, конечно, неизвестно. Но я думаю, что вот именно этим-то они и занимались. Почему я так думаю? Потому что Путин и его друзья постоянно обвиняют Запад в попытке отключить Россию от интернета. У них, знаете, постоянно такая проекция, то, в чем они обвиняют Запад, обычно они сами-то и делают. То есть, вот если они говорят, что Запад хочет устроить в России цифровой апокалипсис, то, скорее всего, они сами мечтают это устроить Западу. За что погибли эти моряки? В общем, ни за что не погибли. То есть, за паранойю, за какие-то идиотские идеи Владимира Путина, который сам не знает, чего хочет. Ну, я не знаю, мне кажется, вот этот старый дурак, он еще немало людей в могилу утащит, прежде чем сам там туда спустится. Еще одно, я, конечно, не хочу, не буду оригинальным, но я хочу напомнить, что царствование Владимира Путина в 2000 году началось с гибели подводной лодки Курск и всего ее экипажа. Жалко тех людей было, сейчас уже даже, я не знаю, у меня жалости, по-моему, не осталось. Я просто надеюсь, что вот эта авария на лошарике станет таким знаком, после которого правление Владимира Путина все-таки закончится. Надоел он, сил моих нет. И я думаю, что вполне возможно так оно и будет. Тут в Америке у нас разворачивается еще одна невероятная просто история, которая, я бы сказал, она крайне необычна для этой страны. Дело в том, что, вы знаете, наверняка 4 июля там каждый год отмечается День независимости. Есть даже главный национальный праздник. Завтра, вот, собственно, он будет. И фильм есть одноименный. И для Америки это big deal, большое-большое мероприятие, которое отмечают вообще все. Несмотря на название такой День независимости, да, это очень аполитичный праздник для всех американцев. Там его отмечают люди всех полов, ориентации, религии, рас, политических воззрений и так далее. Все веселятся, ходят на ярмарки, выезжают на шашлыки, собираются у друзей, вечером традиционно там запускают фейерверки. Ну, в общем, веселятся от души. Но в этот раз, а, и там очень важно, там никогда не было какой-то серьезной традиции проведения военных парадов. Там уже давно этого нет. Вместо этого по улицам гражданские парады проходят такие, знаете, маршируют танцоры, музыканты, школьники, студенты, какие-нибудь булочники, молочники, полицейские, дантисты. Все в смешных костюмах, нарядные, очень красивые и так далее. Ну, самое военное, что там бывает, это бывают ветераны разных войн. Вернее, все это было до недавних пор. Сейчас Дональд Трамп решил изменить эту традицию, и, видимо, у него это получится, как именно это произойдет в следующей части. Сейчас у нас новости реклама. Итак, поехали, продолжаем разговор. В США завтра отмечают День независимости, который обещает стать самым странным Днем независимости за последнее время. Дело в том, что президент этой страны Дональд Трамп объявил о намерении сильно изменить традицию празднования этого праздника. Это, на самом деле, очень важно. Потому что американцы, в общем-то, как я вот сказал выше, они никогда не считали, что этот праздник военный, что он какой-то политический. Это просто когда вот реально праздник объединения всей страны. Можно сказать что-то вроде Рождества, но Рождество тоже не все празднуют, потому что Рождество – это все-таки религиозный праздник. Там, скажем, какие-нибудь евреи или буддисты, они Рождество не празднуют. А День независимости все равно отмечают. И вообще, кстати, вот знаете, американцы считают, что проведение военных парадов, там, марширующих солдат, военной техникой приезжающей – это все удел авторитарных диктаторов, которым просто нечем больше гордиться, кроме, там, какой-нибудь огромной ракеты, толстого танка или что-нибудь из этой серии. На такой публике американцы, вообще, на такие традиции американцы обычно смеялись. Недавно, кстати, проводилось социологическое исследование, а насчет того, чем больше всего гордятся жители этой страны, жители США, выяснилось, что больше всего они гордятся наукой, научными достижениями. То есть, вот когда вы говорите, что я горд, что я американец, что вы в первую очередь имеете в виду? И люди говорят, больше всего их вдохновляют научные достижения их страны. На втором месте армия и флот, а на третьем культура и искусство, дальше идут экономика и спорт. Но все-таки главное – это все-таки наука, да, не военная все-таки сфера. Хотя, естественно, все знают, что Америка действительно самая мощная армия в мире, и ближайшие там, кто, наверное, Китай на втором месте, ну, сильно отстает от них. Так вот, все это может сейчас поменяться. В этом году пройдет в Вашингтоне впервые, наверное, ну, впервые, по крайней мере, в современной истории США, что-то вроде военного парада. Танки и бронетранспортеры не будут торжественно проезжать, как это, например, происходит в Северной Корее, в Китае или в России, но их туда сейчас привезли на таких платформах автомобильных и поставили на National Mall. National Mall – это такая огромная аллея в центре Вашингтона, где всякие монументы и памятники, мемориалы, посвященные разным людям, которые так или иначе отметились в строительстве США и в возвеличивании этой страны. Ну, всем, наверное, самый известный монумент Линкольна там вот находится. Так вот, туда влепили два танка «Абрамс» и два БТР «Брэдли». Их поставили, и вроде как, может быть, еще, кстати, будут, пока вот только по два стоят. Там на всеобщее обозрение их поставили, и типа того, что Трамп сказал, что там, видимо, по ним будут лазить дети и все такое, фоткаться туристы, что обычно происходит. Потом Трамп сказал, что танки не будут ехать по одной простой причине, потому что дороги не выдержат, его местные власти там сильно ругали за то, что он собирается прокатиться там танками. А вот с самолетами такой проблемы нет, поэтому он сказал, что пролетят самые современные истребители над Вашингтоном, пролетит президентский борт, вот этот Air Force One, на котором, Боинг, на котором Трамп летает, и вообще любой американский президент летает по миру, плюс какие-то бомбардировщики полетят, и, может быть, вертолеты. То есть авиашоу обещает быть грандиозным. Да, еще пролетит американская пилотажная группа, какая-то там Серебряная Стрела, она, по-моему, называется, они покажут там какие-то фигуры высшего пилотажа. Судя по всему, полетят и истребители F-35, это самые новые американские истребители невидинки, которые я, извиняюсь за каламбур, недавно видел, я же там был совсем недавно, и тоже иду себе по улице, и, собственно, по этому National Mall, по этой аллее, вижу, как надо мной летит, то есть я сначала услышал, а не увидел, потому что он очень громкий истребитель. Смотрю наверх, действительно истребитель на, знаете, он еще вертикального взлета и посадки, он так может зависать в воздухе и стоять на одном месте. Как бы я такой, ого, думаю, что это такое непонятное дело. Причем я вижу, люди перепугались вокруг, стали смотреть по сторонам, пытаться понять, что вообще происходит. Я позвонил своим друзьям в Вашингтоне, и спросил, а это вообще нормальная ситуация, что у Вас над Белым домом летают истребители военные. Мне говорят, нет, ненормально, вообще-то здесь вообще запрещено летать авиацией. Я уже такой обрадовался, думаю, ого, отлично, зомби-апокалипсис начался, или там, может, вторжение инопланетян, но, к сожалению, ничего такого, на самом деле, это просто Трамп тогда хвастался этими истребителями перед Анжем Дудой, польским президентом, который в тот момент к нему туда приехал. Так вот, то есть будет огроменный воздушный парад. Наземный только будет несколько танков и несколько БТРов, но воздушный будет ого-го. Все, вся эта история вызвала очень большое возмущение у многих американцев, особенно американцев либерально настроенных. Они категорически против милитаризации праздника, 4 июля, Дни независимости, и вообще превращения Вашингтона в какое-то подобие Пхеньяна или Москвы. Их это вообще не устраивает. Один мой друг написал мне, мы с ним обсуждали эту тему, он американец, живущий в Вашингтоне, написал, это не по-нашему. Вот он так и написал. А я ему, знаете, так зловеще ответил, зато это по-нашему. И вообще там сейчас очень много шуток насчет того, что впервые над Вашингтоном прилетит российская авиация. Например, в журнале New Yorker вышла такая сатирическая статья, что Трамп похвастался, что впервые над Вашингтоном прилетят российские боевые самолеты. Ну, это, конечно, сатира, ничего такого не будет. Тем не менее, многие сейчас американцы обвиняют Дональда Трампа в желании украсть дух праздника и сломать ценности, которые годами прививались. Вообще вот традицию празднования этого праздника сделать это 4 июля, то есть день независимости не семейным, а военным, в стиле, знаете, как в России отмечают День Победы, в стиле Деда воевали, можем повторить и вот это вот все. В Вашингтоне завтра, 4 июля, пройдут альтернативные митинги. И один из них даже собрался, люди взяли такой огромный воздушный шар в виде ребенка с лицом Дональда Трампа, то есть бэйбика такого, они его так называют, бэйби Трамп, то есть младенца с лицом Трампа, такой что-то типа дирижабли, наверное, такой огромный-огромный надувной шар, хотят его запустить как раз там же на National Mall, то есть там, где вот будут стоять эти танки, летать самолеты. Но, конечно, все эти пацифисты, либералы будут громко возмущаться, но я думаю, что ничего у них не выйдет. Знаете почему? Нравится это кому-то, не нравится это никому-то, но люди, обычный народ, просто обожают и марширующих солдат, и военную технику, и танки, и самолеты, и ракеты, а все это вместе, всегда, в любой стране, несмотря ни на что, вызывает, поднимает уровень патриотизма, просто патриотизма, просто до небес. Это, хотите вы или не хотите, работает. Даже если все плохо там, не знаю, в экономике, люди все равно обожают видеть мощь своей армии. Вот так люди устроены. Я уж не знаю почему. Я, скажу честно, не люблю все это, но многие люди, я знаю, любят. Поэтому я думаю, что несмотря на все усилия либералов, пацифистов, Трамп сломает старую традицию празднования 4 июля и введет свою собственную. Я думаю, что это почти неизбежно. Кстати, это будет уже не первый институт, который просто на глазах будет сломан, раздавлен Дональдом Трампом. Смотрите, он и раньше такое делал. Например, знаете, то, что касается обещаний президента США. Сейчас они вообще уже и гроша ломаного не стоят, помните, как он обещал в прошлом году, еще осенью он обещал не встречаться с Владимиром Путиным до тех пор, пока не будут освобождены украинские моряки, захваченные в плен в Черном море, в нейтральных водах после вот этого инцидента у Керченского пролива. То есть, по сути дела, в результате акта пиратства со стороны Российской Федерации. Есть уже даже решение о необходимости их освобождения Международного морского суда, но моряки до сих пор не освобождены, а Дональд Трамп встречается с Владимиром Путиным, нарушая свое собственное обещание. Кстати говоря, знаете, я много раз сейчас слышал, что раньше такого не было, что вот раньше внешняя политика Украины не позволяла так сильно издеваться над ее интересами. На самом деле, это брехня и фигня, все неправда это. Еще в прошлом году при Порошенко Путин встречался с Трампом, точнее сказать, Трамп встречался с Путиным в Буэнос-Аресе на встрече Большой двадцатки. Тогда эта встреча, правда, была, скажем так, тайной, она не афишировалась, но она состоялась. То есть, никто не мешал Трампу наплевать на свое обещание еще тогда. Но вообще уже, как мне кажется, абсолютно понятно всем уже, что Путин это лучший друг Трампа, который очень сильно будет вмешиваться в президентские выборы в 2020 году, в американские президентские выборы в 2020 году и даст таким образом Трампу шансы на избрание. Потому что в реальности он победить, по-моему, не может никого из демократов, ну, разве что мэра Нью-Йорка Деблазио, который, ну, совсем уж дурачок, вот его победить Трамп, может, еще и может. А любого другого демократа уже не получится у него. Поэтому необходимо обязательно будет вмешательство со стороны России, чтобы дать хоть какие-то шансы Трампу на победу. Почему я вот так вот утверждаю, что, скорее всего, демократы просто раздавят Трампа на этих выборах? В минувшую среду и в четверг, вернее, уже в Киеве был, соответственно, четверг и пятница, в США прошли первые в этом году, вообще в этом избирательном цикле, дебаты среди кандидатов на пост президента от Демократической партии. Поскольку дебатирующих было 20 человек, их разбили на две части. Собственно, из этого и два дня дебатов. Сначала их там по жребию раскидали, сначала выступали, так вышло, менее популярные кандидаты в среду, потом в четверг более популярные кандидаты. И что, я посмотрел те и другие дебаты, там не могу сказать, что они были прям суперинтересными, пока, мне кажется, присматриваются друг к другу кандидаты. Но в чем отличие от прошлогодних, вернее, прошлоразовых, наверное, 2015-16 года кампании дебатов у республиканцев, тогда было очень много республиканцев, принимало участие в выборах. Они, республиканцы, они ругались со страшной силой, друг друга просто крыли последними словами. В этот раз все было очень цивильно у демократов, они там извинялись друг перед другом, расшаркивались и вели себя очень прилично. Более того, грязью не поливали друг друга и даже почти не врали. Вот что удивительно, казалось бы, для политиков, да, политики обычно врут, три короба эти нет, говорили по большей части правду. Очень интересно это для многих людей. Ну, для меня это уж точно интересно, я привык к тому, что политики врут напропалую в любой стране мира. Так вот, что касается первой части дебатов, которые прошли в минувшую среду. Там очень хорошо выступила сенатор от Массачусетса, Элизабет Уоррен. Она действительно показала класс, выглядела наголову выше своих соперников. А соперники, знаете, чем интересным отличились? Многие из них начали говорить по-испански во время дебатов. Дело в том, что сейчас в Америке значительную часть демократического электората составляют люди латиноамериканского происхождения. Они в семьях обычно говорят по-испански, поэтому кандидаты в президент от демократической партии тоже решили выпендриться, что называется, и поговорить по-испански прямо во время дебатов. Они, правда, не учли, хотели все сделать сюрприз, думали, что каждый из них будет такой хитрый, единственный, покажет класс, но они не учли того, что никого не предупредив поставят в дурацкую ситуацию всех остальных зрителей, потому что, ну, большинство американцев все-таки говорят по-английски, а не по-испански. Они просто не понимали, что там чешут эти выступающие с экрана. Надо было хотя бы заранее договориться о каком-то переводе. Но нет, этого не было. Мне кажется, дурака сваляли. Так вот, Элизабет Уоррен выглядела, конечно, наголову выше всех остальных. Я думаю, что в следующих дебатах она будет принимать участие, скажем так, во взрослом наборе кандидатов, которые в этот раз выступали в четверг. Итак, в четверг, конечно, все ожидали противостояния между Джо Байденом, бывшим вице-президентом США, и Берни Сандерсом, сенатором от Вермонта. Они представляют две, я бы сказал так, школы мысли в американской политике, у демократов. Байден говорит, что система хорошая, ее надо немножко подрихтовать и дальше использовать. Сандерс говорит, что нет, систему надо полностью менять. Но так вышло, что в четверг вырвалась вперед Камала Хэррис, бывший генпрокурор Калифорнии, и ныне она работает, она же работает сенатором от штата Калифорнии. Камала Хэррис, это чернокожая женщина, она, знаете, как чернокожая, она наполовину индианка, наполовину, отец у нее с Ямайки, то есть чернокожий ямаец, наверное, так будет правильно. А при этом муж у нее белый, то есть для нее расовый вопрос довольно остро стоит, как бы она этим делом занимается. Так вот, она набросилась на Джо Байдена во время дебатов и сказала, что ты, Байден, в свое время сотрудничал с людьми, поддерживающими расовую сегрегацию, а Байден действительно недавно в чем-то таком признался. Поэтому ты вообще не годишься в президента. Это первое, что она сказала. А второе, что она сказала, что Байден выступал против политики по... Это такая политика в Америке была, точнее, бассинг. Это когда брали детей из чернокожих районов и отвозили в белые школы, чтобы они как бы смешивались с белым населением и имели возможность получать хорошее образование, не только в черных школах. И вот она сказала, что только благодаря этой политике она стала тем, кем она стала. А Джо Байден тогда, в 70-е годы, будучи уже политиком, выступал категорически против этой программы. Байдена она просто раздавила, как бог черепаху разделала, на куски его разорвала. Причем очень вежливо, спокойно, с такой улыбкой, знаете, от него мокрого места от Байдена не осталось. Иногда казалось, что он хочет просто убежать оттуда. Чем продолжились эти дебаты, я расскажу в следующей части, там было интересно. Продолжаем Иван Яковлевна в студии Радио НВ говорить о выборах президента США. Как я уже сказал выше, Камала Хэррис, бывший прокурор Калифорнии и ныне работающий человек, ныне работающий сенатором от штата Калифорния, стала, безусловно, победителем на дебатах. Первых в этом избирательном цикле дебатов среди демократов. Она показалась с лучшей стороны. Знаете, мне понравилось, как именно она разговаривает со своими оппонентами. Она, знаете, причем, как бы видно, что она прокурор. Причем нормальный, умный, тонкий, грамотный, не как какой-нибудь Луценко. Она лично участвовала в миллионе судебных битв. Причем против очень крутых адвокатов. Она тонко чувствует психологию, слабые места своих оппонентов. И сама остается все время. Она, видно, она холоднокровная и сосредоточенная. Очень умная женщина. Вот, знаете, когда просто смотришь на нее, представляешь, что вот этот человек на твоей стороне, как бы за тебя, да, в твоей команде, сразу кажешься непобедимым. Ты сразу спокойно на душе становишься за ней, можно сказать, как за каменной стеной. Она прирожденный просто лидер, боец, никогда не отступает без толку, да, и просто очень умный человек. Вот, ну, супер. При этом она, знаете, она не популистка. Она не говорит, что я там всем кости переломаю плохим людям и кого-нибудь там, знаете, сделаю что-то такое, что вы тут все, значит, заживете богато и счастливо. Нет, она, в общем, очень трезво мыслящая, и трезво оценивающая ситуацию человек. Я бы даже сказал, что она не за все хорошее против всего плохого, а такая жесткая и, может быть, в какой-то степени даже хищная. Как она Байдена просто, знаете, съела и не подавилась. Хотя Байден, человек с колоссальным политическим опытом, с ним такой фокус не так-то просто провести, но она его просто как бог черепаху разделал, как тузи грелку. Отбивную сделала и с таким, знаете, спокойным лицом, как будто ничего сложного в этом нет. Я предполагаю, что если на выборах, на general election, как говорится, она встретится с Трампом, то у него, у Трампа против нее не будет ни единого шанса на дебатах. Она из него, действительно, отбивную сделает, знаете, вот так, с улыбкой такой, перезрительной улыбкой на лице. Это, конечно, надо смотреть, как она выступает. Я тем, кто владеет английским языком, я очень советую посмотреть, хотя бы отрывок небольшой из этих дебатов, за ее выступлением. Она того стоит, поверьте. Просто поймете, вот насколько качество политиков американских отличается от европейских, в том числе и украинских политиков. Я думаю, что выступление вот этой Камалы Хэррис дало многим демократам, сторонникам демократической партии надежду на то, что они действительно могут разделаться с Трампом, победить его. Потому что она, ну, показала все лучшее, на что способна и демократическая партия вообще, и, собственно, политик, представитель этой партии, в частности. Уже в Америке сейчас политологи, наблюдатели, специалисты по выборам обсуждают вопрос, знаете, какой, какая была бы идеальная пара для Камалы Хэррис. Сейчас многие сходятся на том, что идеальным партнером, то есть кандидатом в вице-президента для нее был бы Пит Бутиджич, мэр города Саутбенд, штат Индиана. Это я как-то рассказывал уже, по-моему, в передаче об этом человеке. Он довольно молодой, ему 38 лет. Он умный, он ветеран войны, он служил в военной разведке, он знает 7 языков, он очень хорошо играет на музыкальных инструментах, его даже зовут выступить в симфоническом оркестре его родного города, хотя он мэр там, настолько он здорово играет на музыкальных инструментах. При этом он добился этого процветания для своего города, и он является открытым геем, живет с мужиком. Для Украины, для нас, это, казалось бы, там просто немыслимое что-то, в смысле электоральном, но для Америки это сейчас самое то. Там вот уже был президент черный, сейчас думают сделать президента женщину, а вот если еще будет вице-президент гея, то так вообще класс, они там будут просто счастливы все. При этом он не просто гей, он военный, он реально служил в армии, причем в военной разведке, в Афганистане он был. То есть не какой-то там, знаете, пракетный генерал, а совершенно серьезный человек в плане армии. И он очень хорошо разбирается в военных всяких вопросах. Таким образом, вот складывается пока такая команда. Я, правда, я не буду скрывать, что я все равно болею за Берни Сандерса, и в общем ему та ситуация, которая произошла на этих дебатах, она ему на руку, потому что Камала Хэррис сама, она хоть поднялась в рейтингах, но все-таки не перепрыгнула с Андерса, а Байдена, Джо Байдена, главного соперника Сандерса, она очень сильно притопила. У Байдена минус 10% после этих выборов, после этих дебатов. То есть Байден просто летит вниз в горящем самолете, можно сказать сейчас, в электоральном смысле, конечно. Я абсолютно уверен, что кандидатом на пост президента от демократической партии не будет Джо Байден. Я не знаю пока кто будет, может быть Камала Хэррис, может быть Берни Сандерс, может быть кто-то еще, но вот эти двое пока наиболее вероятные люди, но точно не Джо Байдена. Кстати, еще конечно нельзя списывать со счетов Ализабет Уоррен, ту самую, которая в первых дебатах себя очень хорошо показала, она действительно тоже не глупая и очень, очень умная, очень талантливая политика, я бы сказал так, и женщина. То есть в США сейчас появились частью демократической партии люди, которые готовы дать Дональду Трампу серьезный бой, и более того, не просто бой дать, но и победить. Они смотрятся на, знаете, как люди будущего, как по-настоящему способные привести Америку в 21 век, во вторую половину уже 21 века, наверное, точнее будет сказать, и сделать эту страну еще более успешной, чем она есть сейчас. А Трамп же на этом фоне, конечно, смотрится немножко устаревшим бронтозавром, но посмотрим, как пойдет, потому что, ну, слушайте, Трампу за 70, сильно за 70. Я не знаю, он, конечно, молодится, и жена у него молода, и кремом для загара он пользуется, и все такое прочее, и волосы подкрашивает, но все равно видно уже, что не настолько он молод, как хочет казаться. Кроме того, у него и сейчас, у Трампа, начинаются очень большие неприятности с Ираном и Северной Кореей, и я, честно сказать, даже не знаю, где эти неприятности хуже, где они более, где они более сложные, смотрите, что происходит. На прошлой неделе, опять же, Трамп совершил очень большую ошибку, когда встретился с Ким Чен Ыном, северокорейским диктатором. Как там дело было? Трамп был в Японии на встрече Большой Двадцатки в Осаке. После этой встречи он по плану своему заехал в Южную Корею, в город Сеул, где встретился с местным начальством. Но перед тем, как поехать в Южную Корею, он написал у себя в Твиттере, что Ким Чен Ын, я вот там буду у тебя рядом, буду приезжать, приеду в демилитаризованную зону, то есть на 38-му параллели, разделяющую Северную и Южную Корею. Если хочешь, типа, приходи, поговорим с тобой. На самом деле, это то, чего ни в коем случае никогда никому нельзя делать из серьезных политиков. Если ты хочешь с кем-то встретиться, с лидером иностранной страны, особенно если у тебя плохие отношения с этой страной, то нужно крайне тщательно разработать повестку дня, о чем ты, блин, с ним вообще говорить будешь, чтобы какая-нибудь фигня не вышла. Но Трамп пришел симпровизировать, поехал, приехал в эту самую демилитаризованную зону, там на другой стороне, ну что это такое, это просто граница, да, с таким небольшим переходом. И там обозначено прям линиями на земле, где Южная Корея, где Северная Корея, где нейтральная полоса. И Трамп перешел пешком фактически в Северную Корею, постоял там минутку в Северной Корее по приглашению Ким Чен Ына, который стоял на той стороне. То есть Трамп стал таким образом первым американским президентом, побывавшим в Северной Корее. Он сказал, что это исторический шаг, историческое событие, что ничего круче вообще не было. На самом деле это полная фигня, потому что таким образом, встречаясь даже с Ким Чен Ыном, я уже молчу о том, что посещая официально, по сути дела, посещая Северную Корею, Трамп легитимизирует и саму эту Северную Корею, и режим Кимов, существующий там в этой стране. По сути дела, Северная Корея раньше американцы ее не признавали. Они считали эту территорию оккупированной коммунистами. Это вот как если бы официально называется Корейская народно-демократическая республика. Это вот как Луганская народная республика или Донецкая народная республика. Это не настоящее государство, это квази-государство. То есть по сути это такое непонятное образование, которое оккупировало Северную часть Кореи, государство Кореи, установило там абсолютно диктаторский, людоедский режим, существует сейчас за счет помощи со стороны Китая, а раньше за счет помощи со стороны Советского Союза. То есть это такая себе народная республика. Они прям так и называют Корейская народно-демократическая республика. То есть это не то, что следовало бы легитимизировать и признавать. Но Трамп своими действиями делает и то, и другое. То есть легитимизирует и признает эту Северную Корею и это очень плохо. При этом теоретически Северная Корея должна бы давать американцам что-то взамен на вот легитимизацию. Что же она дает? Ничего. Трамп уже в третий раз встречается с Ким Чен Ыном. Он требует безусловной денуклеаризации корейского полуострова. То есть прекращение производства атомного оружия на Севере и уничтожение всего того атомного оружия, которое уже создано. Северная Корея категорически отказывается и Трамп ничего не может с этим поделать. Вся его... Когда он, кстати, только въезжал в Белый дом, Барак Обама сказал Трампу, что самый сложный, самый опасный регион мира это Северная Корея. С ними будет сложнее всего. Трамп поначалу угрожал северным корейцам, потом начал с ним переговоры, но ни то, ни другое никакого результата не дали. У Северной Кореи есть и дальнобойные ракеты, способные донести до США атомную бомбу и, собственно, сами эти бомбы. Таким образом, безопаснее не стало. Единственная возможность для США как-то договориться сейчас с северными корейцами, как-то сделать ситуацию более безопасной для самих себя, это, по сути дела, признать наличие у Северной Кореи атомного оружия и подружиться, помириться с северными корейцами. Больше обезопасить себя никак нельзя. Потому что северные корейцы поняли, ага, если у нас есть атомная бомба, нам ничего не угрожает. И самое еще, что неприятное в этом смысле для США, то, что за Северной Кореей, за всей этой ситуацией активнее всего и внимательнее всего наблюдает Исламская Республика Иран. Там ситуация просто зеркально противоположная. Иранцы вступили в переговоры. Они, кстати, гораздо более демократичны, чем северная корейца МКНДР. Они вступили в переговоры с Европой, вступили в переговоры с США. Сказали, окей, хорошо, мы отказываемся от производства атомного оружия, мы устанавливаем лимиты на производство обогащенного урана в нашей стране, мы устанавливаем лимиты на степень обогащения этого урана, потому что ядерную бомбу можно сделать только из высоко обогащенного урана, там 90% плюс, да, и больше. Иранцы сказали, и мы открываем наши все ядерные объекты для международных инспекций, а вы снимайте нам санкции. В 15-м году они с Бараком Обамой договорились об этом, но пришел Трамп, сказал, не-не-не, нас это не устраивает, мы выходим из этой сделки. Теперь у иранцев остается фактически только один выход как-то повлиять на ситуацию, пойти по северокорейскому сценарию. Они видят, что когда за счет того, что у Северной Кореи есть атомное оружие, с ней все разговаривают, Трамп улыбается, обнимает, говорит, что у нас любовь, пишет письма кемчаныну и так далее, ведет себя очень послушно, очень мирно, бело и пушисто. Конечно, иранцы тоже хотели бы, чтобы к ним было такое отношение, поэтому они сейчас, я практически не сомневаюсь, будут наращивать, во-первых, производство урана, во-вторых, обогащение, степень обогащения этого урана. Тем более, что Дональд Трамп по своей глупости дал им понять, что ничего им за это не будет. Когда иранцы сбили, сначала они взорвали несколько танкеров в Персидском заливе, а потом сбили американский беспилотник. Дональд Трамп не сделал им за это ничего. Он боится реально начинать войну, потому что, понимая, война поднимет цены на нефть, а ему поднятие цены на нефть перед выборами нафиг не надо. Для него это очень опасно было бы с электоральной точкой зрения. Поэтому он дал иранцам понять, что ничего им за это не будет. И фактически иранцы сейчас, вот уже было два заявления, во-первых, о том, что они увеличили количество, просто объем обогащенного урана. А второе заявление было министра иностранных дел о том, что они начинают обогащать этот уран до более высокой степени концентрации, собственно, урана. То есть, по сути дела, они создают сейчас себе все необходимые материалы для того, чтобы сконструировать просто физически собрать атомную бомбу. То есть, все детали для производства атомной бомбы у них уже будут на руках. И обладая всеми этими деталями, ну, не знаю, там, неделю, наверное, это займет. Я не специалист в производстве атомного оружия, естественно. Но я думаю, что если у вас есть все необходимое и необходимые инструменты, то вы можете с деталей собрать эту атомную бомбу в какой-то совсем недолгий срок. И уже потом ее применять по назначению, если сильно хочется. То есть, я думаю, что иранцы сейчас создают себе таким образом рычаг давления и на Европу, и на США. Уже получив атомную бомбу, она им не нужна для того, чтобы применять. Я думаю, что вряд ли они хотят развязать атомную войну сейчас. Им это нафиг не надо. Тем более, у них даже с одной бомбой особо не навоюешь, даже если это бомба атомная. Так вот, они, я думаю, сейчас хотят получить рычаг давления на США и на Европу. И сказать, вот видите, а у нас теперь тоже атомное оружие. Давайте-ка сядем и переговорим всякие условия, всяких сделок. В общем, Дональд Трамп совершил большую ошибку, когда вышел из соглашения об атомной программе с Ираном, из того самого соглашения 2015 года, которое заключал еще его предшественник Барак Обама. Я думаю, все это аукнется. И более того, сейчас мы видим, что и Северная Корея активно развивает ядерную программу, ничего не боится. И Иран сейчас тоже начал делать то же самое. В результате, я думаю, что к концу срока президентского Дональда Трампа у нас появятся еще две ядерные державы. Причем обе они крайне неприятны. На этой оптимистической ноте у меня сегодня все. Поздравляю всех американцев с наступающим праздником и да пребудет с вами сила. Пока-пока. Радио НВ.